МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боевая машина десантная. Бронированная гусеничная плавающая машина воздушно-десантных войск. Она десантируется парашютным способом с военно-транспортных самолётов. БМД повышает манёвренность, огневую мощь и защищённость личного состава воздушно-десантных войск. Сегодня на вооружении российской армии находится целое семейство этих боевых бронированных машин. Наш фильм рассказывает о самой первой боевой машине десантной БМД-1. В 30-е годы и 20-го века в Советском Союзе уделялось много внимания развитию воздушно-десантных войск. Разрабатывалась теория применения десанта, в ходе учений отрабатывались практические навыки. Для нужд воздушного десанта был создан широкий ассортимент специального снаряжения. Для перевозки и сброса техники массой до 3 тонн транспортные самолёты оснащались специальными внешними подвесками. О парашютном десантировании тяжёлых образцов вооружения и военной техники речь тогда не шла. Возможности парашютных систем были очень ограничены. Да и транспортная авиация не могла похвастаться большой грузоподъёмностью. Самый большой советский бомбардировщик тех лет мог поднять лишь лёгкие образцы, такие, например, как танкетка Т-37. Причём крепилась она снаружи под фюзеляжем. В полёте это сильно ухудшало аэродинамические характеристики самолёта, что сказывалось на скорости и дальности полёта. В конце 50-х годов в Советском Союзе были созданы военно-транспортные самолёты Ан-8 и Ан-12. Они позволяли перевозить артиллерийские и самоходные установки, предназначенные для нужд ВДВ, а также десантировать их парашютным способом. Правда, самоходки уже мало соответствовали предъявляемым требованиям. Существовавшая в то время военная доктрина Советского Союза предусматривала использование ВДВ как средство упреждения действий противника в ходе стратегических наступательных операций. Широкомасштабные боевые действия десантников на территории противника требовали значительного повышения огневой мощи и мобильности. Для этого военно-десантным войскам было необходимо новое средство. Конструкторам предстояло создать высокоскоростную, гусеничную, плавающую авиадесантируемую машину. В апреле 1964-го начались разработки эскизных проектов машин. По результатам конкурса выбрали объект 915 Волгоградского тракторного завода. Главным конструктором этого проекта был Виктор Говалов. На основе его проекта и была создана первая в мире боевая машина десантная. Ее приняли на вооружение в мае 1969-го. Боевая машина десантная БМД-1 Боевая масса 7,6 тонны Боевой расчет 7 человек Оружие Гладкоствольное орудие калибра 73 мм Пусковая установка ПТУР Три пулемета калибра 7,62 мм Мощность дизеля 240 лошадиных сил Максимальная скорость по шоссе 62 км в час На плаву 10 км в час БМД создавалась в середине 60-х годов В то время на вооружении мотострелковых подразделений приняли боевую машину пехоты БМП-1 Во многом концепция этих машин совпадала Мобильность, вооруженность и защищенность личного состава на поле боя Но конструктивно десантная машина значительно отличалась от своего пехотного собрана БМП собирались выпускать в больших количествах что требовало простоты конструкции Массового производства боевой машины десантной не планировалось И поэтому в ней можно было использовать более сложные элементы К примеру, низкое и компактное моторно-трансмиссионное отделение установили в кормовой части машины Такая компоновка позволила равномерно распределить массу по длине машины Механика водителя разместили в передней части машины по центру Слева от него место командира, справа стрелка-пулеметчика В их распоряжении были два курсовых пулемета которые располагались в шаровых установках по краям лобовой части корпуса В средней части машины в одноместной вращающейся башне находился наводчик-оператор Остальные три стрелка-десантника размещались за боевым отделением у кормовой перегородки моторно-трансмиссионного отделения Спешивание стрелков-десантников проходило в сторону кормы Это было возможным благодаря низкому компактному двигателю Спешиваясь, десантники пробегали прямо над ним Для уничтожения подвижных и неподвижных бронированных целей БМД-1 вооружался противотанковым ракетным комплексом «Малютка» Установка управляемой ракеты на пусковой кронштейн осуществлялась через специальный люк в крыше башни «Малютка» эффективно поражала цели на расстоянии от 1 до 3 километров Если цель находилась ближе, наводчик-оператор ввел огонь кумулятивной гранатой из гладкоствольного орудия калибра 73 миллиметра Для уменьшения массы машины было решено упростить механизм заряжания В отличие от БМП-1, у десантной машины конвейер доставлял выстрел лишь в точку заряжания После этого наводчик должен был вручную перенести его и вставить в казённик Механизм досылания на БМП-1 отсутствовал Вооружение и экипаж размещены столь рационально, что вокруг десантной машины создается зона сплошного огня Для передвижения по воде в кормовой части машины были смонтированы водомёты Машина обладает большим запасом плавучести и при необходимости может взять дополнительный десант с вооружением Водомётные движители обеспечивают высокую скорость и уверенный выход на берег Одним из главных требований при создании БМД стало обеспечение переброски машин самолётами Ан-12 и вертолётами Ми-6 При десантировании парашютным способом масса машины не должна была превышать 8 тонн В целях уменьшения веса впервые в практике советского машиностроения в конструкции корпуса боевой машины применили броню из алюминиевого сплава По пулестойкости она была равноценно стальной, а по массе легче на полтонны Боевая машина десантная обладала любопытным свойством — изменяемым клиренсом Механик-водитель с помощью гидравлической системы мог изменить клиренс, не выходя из машины Это очень удобно, например, при стрельбе из укрытия Также изменяемый клиренс использовался при транспортировке машины самолётами БМД-1 могла самостоятельно заезжать в самолёт, а затем днищем опускаться на конвейер В момент приземления клиренс был минимален Это снижало нагрузку на элементы ходовой части Десантирование происходило следующим образом После открытия рампы БМД-1 вытягивалась парашютной системой из фюзеляжа Затем происходило открытие основных парашютов Парашютные системы были разные Некоторые использовали специальные платформы В других предусматривалось приземление машины непосредственно на гусенице Плавность посадки обеспечивали либо многокупольные системы Либо системы с пороховыми тормозными двигателями БМД-1 с успехом применялись на крупных тактических учениях Системы десантирования машин имели достаточно высокую надёжность Однако при этом был один существенный недостаток Экипаж и машина приземлялись отдельно И порой на поиски БМД уходило слишком много времени Командующий воздушно-десантными войсками Василий Маргелов Понимал, что при значительном разбросе десантников и техники Боевая задача может оказаться невыполнимой И тогда он предложил десантировать БМД с экипажем внутри машины Впервые на практике это произошло 5 января 1973 года Из самолёта Ил-76 была сброшена десантная машина с экипажем Экипаж состоял из командира машины подполковника Леонида Зуева И наводчика оператора старшего лейтенанта Александра Маргелова Сына командующего Опытное десантирование прошло успешно Сразу после приземления БМД смогла начать движение Генерал Маргелов лично поздравил экипаж с выполнением задания Производство БМД-1 продолжалось до 1987 года Всего было выпущено около 3800 единиц БМД-1 послужило отправной точкой для создания дальнейших модификаций Самая современная из них БМД-4 Её приняли на вооружение российской армии в конце 2004 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok